друзья привет ну что мечты украинцев сбываются и завтра в москве массированная воздушная тревога но это еще не потому что уже там бавовна видите вот спонсор бавовны в белгороде пока это еще не потому что бавовна и туда летят наши ракеты к сожалению пока еще нет но это все равно приятно и важно и сейчас расскажу подробнее о том что это значит а вы подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить и каждый ваш лайк каждый ваш шер и подписка продвигает это видео помогите мне итак по всей россии проводятся воздушная тревога и вот такие учения посмотрите внимание всем проводится проверка готовности системы оповещения населения просьба сохранять спокойствие ну с одной стороны может они там и правду решили проверить после всякой бавовны в разных местах что где у них происходит долетит ли ракета до москвы и накроет ли там какой-нибудь там кто-то покурит у склада ну а если серьезно то думаю что больше это работа на внутреннего потребителя с этим кстати согласен военный эксперт олег жданов послушайте ну скажу так что либо либо москва кремль точнее либо кремль готовится каким-то серьезным за беспорядком в россии либо там действительно предполагает что нам могут передать разные виды оружия включая крылатые ракеты поэтому поэтому они не исключают такой возможности но думаю больше это направлено на внутреннюю аудиторию они на внешнюю скорее всего кремль готовится либо к беспорядкам либо к ужесточению но напряжение в российском обществе действительно присутствует они их просто истерика из-за хай марсов они видят как эффективно ими управляют украинцы и добиваются действительно отличных результатов и накрывают мы я вам уже не раз рассказывал сколько мы накрыли складов последняя опять атака в новой каховки очень успешно и по некоторым сведениям там даже легкое ранение получил кириенко помощник путина но этот первый замглавы у них администрации президента его главный куратор внутриполитического блока ну по-другим он там просто успел оттуда во время смыться но испугался он знатно точно друзья поэтому недаром они боятся и рассказывают там что вот украинцы скоро достанут до ростова-на-дону ракетами истерят расисты не только из-за ударов по складам но очень их волнует крымский мост боятся этого сильно и наши говорят в открытую же ничего доберемся и до моста они уже начали рассказывать что-то гражданский объект его бомбить нельзя то есть торговые центры жилые дома школы больницы украинские можно гражданский объект крымский мост нельзя вот чем дело ну и вылез придурок этот который не просыхает медведев тут уже мировой клоун и зачем сказал что если будет удар по крымского мосту значит украину ждет судный день послушать случае если что-то подобное произойдет для них всех там одномоментно наступит судный день очень быстрый и тяжелый пересмотрел терминатора судный день терминатор медведев такое просто один один варнольд шварценеггер димон димон себя почувствовал арнольдом в общем судный день ждет этих уродов подонков и медведева конечно тоже в гааке этот судный день произойдет и это случится обязательно друзья ну и это показательно они реально боятся ну опасаются скажем так это точно и все эти учения не зря и рамзанка дыров просит уже пво для чечни в общем начало начало у них там что-то свербеть в одном месте в общем и это хорошо так и должно быть пусть боятся пока опасаются а потом еще будут очень сильно бояться друзья ну и мы накрыли уже антоновский мост в херсоне посмотрите видео здесь так что работаем и везде у них земля будет гореть под ногами вам привет из вашингтона активно работаю вчера здесь в конгрессе встречался и с руководителем лидером но и республиканцев конгрессе кевином маккарти с руководителем демократов в конгрессе нам нужно двупартийная поддержка поэтому работаем наша главная задача больше оружия больше хаймарсов и всего остального чтобы них земля горела под ногами друзья держим строй